Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Осаженцева. Я психолог-практик, также теолог по образованию. Сегодня мы с вами поговорим о манипуляции двойного дна комплимента, двойной посыл. Не все эту манипуляцию замечают, но она на самом деле может вас привести к расщеплению вашей личности и к определенному поведению, если вы ее не заметите. Я хочу рассмотреть ее на примере комментатора. Сразу же хочу сказать, чтобы вы не обижались, потому что это только пример. Я не считаю вас нарциссом, просто я так думаю, что пообщавшись длительно с нарциссической личностью, мы что-то перенимаем. И это как раз таки является не самым хорошим, что происходит в отношениях с нарциссом. Если там вообще есть что-то хорошее. Надо работать над собой, нужно замечать эти манипуляции. Особенно, когда вы желаете человеку добра, но невольно повторяете то, что делал с вами нарцисс. Итак, Волна пишет. Прекрасно выражена мысль. Мне нравятся посты Евгении больше, чем видео. Талант писателя. Вот смотрите, вроде бы как человек хотел сказать что-то доброе, но он применил манипуляцию сравнений. Ее можно применять как сравнение с другими, да, если бы человек начал тебя с кем-то сравнивать. Так можно ее применять и в сравнении с самим собой, с твоими талантами. Вообще, в идеале мы должны понимать, что каждый из нас это совокупность разных качеств, разных талантов. И это все в такой гармонии пребывает и дает нам нашу личность, собственно. Да, точно так же, как есть два глаза, есть две руки, две ноги. И когда человек начинает вам говорить, что там у тебя грудь красивее, чем попа, или один глаз красивее другого, а мне один манипулятор один раз сделал такой комплимент, псевдокомплимент, что один глаз красивее другого, то происходит расщепление, да. Вроде бы ничего плохого, особенно вот в этом комментарии. Но этот комментарий может заставить, во-первых, сомневаться в своем таланте блогера, в том, что, а есть ли вообще смысл снимать, может только тексты писать. Может заставить оправдываться, что я вот как бы тоже не сразу заметила эту манипуляцию, у меня потекла такая цепь мыслей. Ну да, я же пишу с самого детства, а снимаю видео только последние 10 лет. Наверное, поэтому тексты более лучше, чем видео. Понимаете? Но вот так вот поймав себя на том, что оправдательная позиция, это, как правило, позиция не самая выгодная, то я поняла, что да, действительно, есть двойной посыл. Смотрите, какие еще могут быть в этом же роде манипуляции. Например, я смотрю за другими женщинами, на их идеальные фигуры, но понимаю, что люблю тебя больше всех. Сам того не зная, почему, но ты больше всех мне нравишься. То есть смотрите, что происходит в этом комплименте. Человек начинает вас сравнивать с другими, вроде бы как признается даже в любви, но как признается? Я наблюдаю за другими идеальными фигурами, да? Я вас уверяю более чем. Уже на второй день вы будете активно заниматься спортом и пытаться довести свою фигуру до идеала. Хотя вроде бы как комплимент. Человек с добрым посылом. Поэтому надо очень хорошо следить за речью своего собеседника и не давать себе впадать в оправдательную позицию и в том числе подчиняться чужим вкусам, да? Вкусы у всех разных естественностей. Нравятся тексты? Пожалуйста, читай тексты. Но зачем сравнивать одно с другим? Тем более, если это совокупность личности в разных своих проявлениях, да? Я вам скажу, зачем это делается. Опять же, не конкретно к вам волна, а чтобы на вашем примере порассуждать. Вот смотрите, личность гораздо проще будет сломать, если раздробить ее сначала на части. Сначала, например, заставить человека в одной какой-то сфере своей сомневаться, а другую более чем нахвалить. Остается, например, уже одна сфера, другая уже подвержена сомнению, да? А потом уже, имея какой-то более маленький кусок, и по нему тоже ударить. И тогда, получается, ты разрушишь всю личность человека. Знаете, это происходит не только с людьми, это происходит и с странами, и в каких-то более больших масштабах, когда пытаются кого-то разделить на части, а потом, так скажем, уничтожить полностью. Когда происходят какие-то конфликты международные и прочее, и прочее. Это очень серьезная манипуляция. Это очень скрытая манипуляция, которую, к сожалению, не все замечают. Когда вы чувствуете, что какой-то комплимент заставляет вас в одной своей сфере более усиленно работать, например, там, вот как у меня, да, я бы сейчас тексты стала стращить, а видео больше вообще не снимать, или снимать их очень редко, то имейте в виду, что вас уже вводят в какой-то транс. Вы уже получаетесь под каким-то чужим влиянием и чужим мнением и так далее. Поэтому помните, что ваша личность, она в совокупности разных ваших талантов, качеств. Ваша красота внешняя, это совокупность разных ваших тоже черт и прочее, и прочее. Если одну из этих черт убрать или что-то с ней сделать, то вы уже не будете полноценной личностью, как есть вы на самом деле. Ведь что такое красота? Красота — это идеальное, так скажем, творение Бога. И может быть, мы не идеальны, но каждый из нас уникален, и мы все как картины Бога. Поэтому пытаясь тоже, когда вам говорят, что, ну, у тебя губы красивы, глаза красивы, а нос тебе бы переделает, да, подумайте, что это уже будете не вы, потому что каждая ваша черта составляет ваш уникальный портрет. Не поддавайтесь на такие манипуляции, мои дорогие, и берегите себя. Потому что конец таких отношений с манипуляторами очень грустный. И я по себе знаю, как сначала атмосферу нахваливают, потом уничтожают, и просто идут дальше по всем остальным фронтам. Я сейчас не о политике. Я сейчас, в принципе, философствую о том, что надо быть осторожнее. И нельзя даже одну из своих черт лица, талантов, отдавать на растерзание к какому-нибудь врагу. Спасибо. Ты кусок мяса для него, ты кусок мяса или вкусный торт, он тебя скушает на обед, сложно понять, ты для него конечки ловек. Субтитры сделал DimaTorzok